В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о масштабном морском мероприятии – марафонском заплыве через Амурский залив. В гостях у меня Дмитрий Анашкин, президент Приморской Федерации подводного спорта. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте, Юля! Рады приветствовать вас снова в нашей студии и рады тому, что снова пройдет мероприятие «Амурский залив». Масштабное мероприятие на воде. Это марафон, это заплыв. Расскажите, как все начиналось. Расскажите о самом мероприятии для начала. Очень приятно представить наше мероприятие. Ну, начиналось это все в 2013 году, когда подводные охотники после очередного тренировочного сезона в бассейне, когда там изучили новые методики плавания на открытой воде, ну и вообще там ластами начали уже сильно и долго махать, решили проверить себя, как они умеют долго и быстро плавать вообще на открытой воде. Город у нас морской, и бывают такие случаи, что надо во время подводной охоты куда-то далеко отплывать, плавать там по несколько часов в день, что, в общем-то, на подводной охоте регулярно и происходит. И чтобы как-то выяснить уже уровень подготовки именно в плавании, в таком неспешном, да, в длительном, мы решили проверить свои наработки и возможности перед предстоящим летним сезоном открытой воды. Выбрали мы дистанцию вот эту большую 12 километров. Это от Песчаного до Владивостока переплыть море, переплыть Амурский залив с одного берега на другой. Это культовая дистанция на самом деле. По ней плавали уже до нас и в советское время. В 90-х годах, по-моему, были попытки плавать там. Ну, как плавать, попытки плавали тоже с обеспечением на грибных ялах. Сопровождали, значит, пловцов несколько человек. Вот. И исторически упоминаются истории, когда еще китайцы жили в Владивостоке. То есть, да, вот такая байка упоминается в интернете, что поспорил русский купец с китайцем, кто там переплывет, и вот они вместе поплыли. И история рассказывает, что русский купец доплыл, а китаец не доплыл. Тонкостей нет, нюансов нет. Ну, исторически, как бы вот именно по этому маршруту уже люди плавали. Плюс много неизвестных таких историй. Просто люди сами плавают туда-сюда. Да, и у нас были пловцы, которые говорят, а я сам раньше там переплывал уже туда-сюда. У кого-то бабушка там плавала из, да, ныне. Обалдеть, бабушка 12 километров. Ну, бабушка, она была молодой. А-а-а. Хорошо. Люди-то плавать, в принципе, умеют давно. Вот. Поэтому вот так сложилось, что в Владивостоке приличная марафонская дистанция. И с одного берега на другой, и действительно переплыть море. Это вот с песчаного на набережную Владивостока. Как бы вполне себе такая сформированная концепция переплыть море. Вот она на этом маршруте и реализовалась. Называется все это «Марафонский заплыв Амурский залив 2022». Да. В этом году он у нас десятый, юбилейный. И называется именно так «Марафонский заплыв Амурский залив 2022». Кто может плыть? Кто может плыть? Вопрос. И ответ, да, такой же. Кто может плыть? Как ни странно, профессиональные пловцы не являются большинством наших участников. То есть как-то вот они привыкли плавать в бассейне, когда тут дорожка, когда теплая вода, когда можно ориентироваться по линии на дне бассейна и отталкиваться от бортиков, если устал, то повиснуть на разделительной дорожке и отдохнуть, подышать. Перебью вас немножко. Мне кажется, что профессиональные пловцы, мне как-то довелось отдыхать вместе с профессиональным пловцом на островах. Так вот он даже в воду не заходил. Он говорил, что мне вот бассейн, пожалуйста, дайте, и там я поплыву. И мне это было так странно и удивительно. Как так? Ну, наверное, для них это все-таки труд, соревнования, работа. Может, отношение такое, что вот за медаль я поплыву в своей среде тусовки. Ну, все больше и больше пловцов приходит, и они реально плывут лучше тех обычных среднестатистических жителей города, нашего там края, которые просто купаются в море и могут долго плавать. Ну, и вот плавают Амурский залив. Мы дело в том, что не рекламируем участие, да, и мотивация плавать у наших участников, она как-то сама у них зарождается. На самом деле это интересная вот мотивация. Кому-то нужно поддерживать себя целый год в форме, чтобы плыть, например, ежегодно вот эту дистанцию. И большинство таких пловцов у нас именно под действием вот этой причины поддерживают и проверяют свою форму, свое состояние, ну, кондицию физическую именно. Вот. Кто-то мечтал переплыть Амурский залив, кто-то другие там речки, озера переплывал, а сейчас вот, ну, море надо переплыть. Со страны приезжают тоже иногородние участники. Ну, это как спортивный туризм, наверное, получается, поучаствовать в мероприятии, плюс посмотреть город, покушать тут нашу кухню дальневосточную, морепродукты, крабы, гребешки, там рыба свежая. То есть такое экзотическое, так скажем, для них турне получается. Ну, и плюс само по себе, само событие, тусовка, когда собираются в одном месте люди, увлеченные одним вот этим вот плаванием на открытой воде, оно немножко отличается все-таки. Ну, вот ветер, волны, оно, конечно, отличается, и все на свете. Да, самое сложное, это вот ориентирование на воде, потому что, я говорю, что пловцы, которые в бассейне плывут, они четко ориентируются вот по линии на воде. Здесь же плыть некогда, скорость у них большая. Они чуть-чуть как бы забрали и проплыли в сторону, потом очнулись, о, надо туда плыть, и снова поправляют курс. Очнулся в другую сторону. Да, бывает такое, что даже в обратную сторону начинают плыть. Ну, там еще от видимости зависит. Не всегда видно берега, потому что видимость, туман там какой-то, например, дымка. Вот, поэтому компас мы разрешаем, чтобы плыть по нему. То есть проблема ориентирования, она большинство профессиональных пловцов, так скажем, бассейновых, она пугает. И они, да, бояться не идут. Плыть, ориентироваться надо, да, постоянно технику менять, уже задирать голову, смотреть, куда плывешь, чтобы не сбиваться. Потому что прямолинейно плыть, ну, долго невозможно. Все равно надо курс этот поправлять. И если вот такими галсами плыть, то проплываешь и больше расстояния. То есть если вот эту линию, как бы, трек растянуть, то получится не 12 километров, а 20, там, например, или там 15. Вот, и, соответственно, время на это больше надо, и результат как бы хуже. Конкуренция-то вот все равно побеждает тот, кто плывет ровней, ну, естественно, быстрее, и там дыхания ему хватает, то есть вот волна его там не захлебывает. То есть вопрос подбора снаряжения тоже он очень важный. Ну, нюансов много. И питание, и водный баланс, и ориентирование, и снаряжение, там ласт и без ласт тоже, в общем, целая жизнь. А то есть кто-то плывет в ластах, кто-то плывет без ласта. Да, мы разрешаем плыть в ластах и без ласт, это два разных вида плавания. Награды предусмотрены отдельно для вот этого вида плавания и для этого. А какие вообще существуют категории, назовем так, пловцов именно в этом заплыве? В этом заплыве, значит, награды у нас распределены. Основных две ветки – это в ластах и классик, без ласт плывут. Потом мужской и женский зачет, и там, и там. И он уже делится по возрастным категориям. С 14 до 19 лет, потом с 20 до 30. И так каждые 10 лет 20-30, 30-40, 40-50 и 50+. Это последняя возрастная категория. Вот, то есть по ним. И самое интересное – это командный зачет. Когда пять человек в одной команде складывают свои места из абсолютного зачета, и по их результатам считается командное место. И тут самое интересное – перед заплывом собрать свою команду из тех пловцов, которые уже умеют плавать, которых не надо там тянуть, учить, они все знают, еще и с тобой поделятся какими-то там секретами, нюансами. И тогда у команды гораздо больше шансов победить в командном зачете. Ну, а там тоже кубки, медали, рейтинг, места. Командное тоже очень интересное состязание. Интересно, что плывут с 14 и 50+. Ну, конечно. Возрастная градация такая достаточно серьезная. То есть, по сути, и дети, и пенсионеры тоже уходят в заплыв. Дедушки, и внуки. Да, да, вместе. А география участников какова? Я знаю, что предыдущие годы специально приезжали к вам даже зарубежные гости и участвовали. Ну, в этом году, наверное, из-за пандемии, из-за санкций у нас похуже с этим дела, наверное. Да, пандемия, она, конечно, огорчила людей при, так скажем, загрустили все, меньше стали вообще бегать, прыгать, плавать. То есть, как-то скучнее стала жизнь у нас спортивная из-за вот этого двухлетнего ограничений. Вот. Ну, ничего, начинаем. Иностранцев в этом году не будет. Да, действительно, в прошлом году, позапрошлом приезжали французы. Вообще, плавание, марафонский заплыв в ластах, он плывется в моноласте. Это большая... Одна больше. Да, надевается на две ноги. И стильным дельфин пловец плывет марафонскую дистанцию, там, от 6 до 20 километров. Разные есть по нормативам дистанции. Вот. Ну, так как у нас есть берег один, берег другой, то у нас вот дистанция попадает под 12 километров. На самом деле, в моноласте при умении плавать дельфином именно и правильной техники, там, с дыханием, конечно же, КПД грибка гораздо выше, и скорость больше, и быстрее получается проплыть, нежели в классическом плавании или даже в ластах, в обычных, в этих. Вот. И иностранцы как раз к нам приезжали, именно в моноласте, как положено, плыть длинную марафонскую дистанцию. Ну, то есть, классическое вот такое проплывание, марафонского заплыва в ластах. Они молодцы. Там тоже за 50 лет оба были. И этот мужчина приплыл 10-й. Ну, тоже неплохой. Это очень неплохой для его возраста среди, как бы, спортсменов, те, которые уже, ну, много-долго плавают. А он приехал из другого моря. Ну, то есть, даже вода чужая для него, она была новая. Это тоже влияет. Ну, все равно 10-й – это хороший очень результат. Вот. А женщина проплыла 1 километр, тоже в моноласте. Ну, тоже результат, честно говоря, не помню. Ну, хорошо проплыла. А что касается экипировки участников? То есть, тут обязательно быть в гидрокостюме или достаточно плавки надел и вперед? Разрешено использование гидрокостюмов. И, тем более, более того, рекомендовано, потому что плыть не меньше 3-х часов, даже если быстро, то и все 4-5, и какая бы там ни была защитная прослойка жировая у человека, все равно без гидрокостюма он замерзнет. Это замерзнет, это значит… Да, я на полпути бы уже окалела. Да, так и происходит обычно, потому что, если гидрокостюм, например, не по размеру, без капюшона, там вода в него затекает, он для названия только есть гидрокостюм, но он не греет и только парусит, тормозит. От него больше проблем, а толку от него нет, он даже не греет, по сути. Вот, то вот подбор снаряжения тоже очень-очень важная такая штука, которой надо много уделять времени и внимания. И предварительно надо, конечно, где-то опробовать, обкатать это снаряжение, чтобы не потело, не терло, не давило. Не только гидрокостюм, а все остальное элементарно, там очки, маска тоже должны быть. Как говорят в дорогу, новые сапоги там не надевают, так и сюда, в такую дорогу, надо, чтобы все уже было притерто, отлажено, так скажем, подобрано. Почему именно этот маршрут? Ну, понятная история с китайцем, да, связанная. Почему, ну, я не знаю, какой-нибудь другой где-нибудь на русском острове не организовать, через бухту Навик переплыть еще где-нибудь? Почему именно этот был выбран? Навик мало, там ширина километра полтора-два. Ну, это море. Вот Амурский залив, это реально большое уже море с выходом в залив Петра Великого, Японское море. То есть это не бухта закрытая. А, то есть... Здесь масштаб. Все сложно должно быть. И ширина вообще Амурского залива, вот примерно здесь, она около 20 километров. А песчаный выдается на ползалива в сторону Владивостока, и поэтому вот этот перешеечек такой, ну, не перешеек, а вода, расстояние сокращается. И Амурский залив можно переплыть там и 30 километров от маяка до Безверхова, например, маршрут мы там продумывали тоже 30 километров. Там сложно по обеспечению безопасности, потому что много и катеров, и течения очень сильные. Здесь все-таки, ну, наиболее узкое место в Амурском заливе, вот. И обеспечить безопасность здесь более-менее реально возможно, и мы научились это делать. Ну, вот что, кстати. А, что в план безопасности, какие опасности? Да, какие опасности и как осуществляется безопасность? У меня первый вопрос, у меня, наверное, самый дурацкий, это медузы и акулы. Ну, вот, а если ужалит какой-нибудь крестовик или, не дай бог, приплывет белая акула? Акула приплывет, ничего страшного. Она рядом поплавает. Ну, ничего себе, ничего страшного. Она рядом поплавает, вы ее даже не увидите. Вот. Белуги, белухи, дельфины, те, которые большие, там, метра по 3-4-5 в дельфинарии выступают. Они дикие тоже есть, они здесь плавают. В прошлом году. Встречали. Да, сопровождала нас белуха эта. Вот так. Есть видео, там, когда устанавливали дорогу, буйки, флаги такие по дистанции, по линии заплыва. Она рядом плавала, крутилась. Вот. Снять ее рядом с пловцом, когда пловец плывал уже на дистанции, не удалось. Но, тем не менее, они отметились у нас. Вот. И что? Ежики не достают, не уколятся. Медузы через гидрокостюм не укусят. Вот. Цены есть, да, в этом, в это время. Это такие большие красные медузы с длинными-длинными там... Шупальцами. Шупальцами, да. Вот. Они, конечно, жалятся, но не смертельно. Вот. Но они под самую поверхность не подплывают, в общем-то. Максимум, ну, может, на 2 метра как-то вот так вот их видно поднимаются. А катера не ходят? Это вот для вас самое страшное. Это мы начали. Катера ходят, конечно. И прогулочные катера, и рыбаки ходят, и спортивные ходят, и яхты ходят, регаты свои скоростные проводят. И танкеры ходят, которые на нефтебазу, на первой речи, на этой... На моргородке. На моргородке, да, ходят, заправляются. Вот. Это все персонально, с каждым надо проговорить, сообщить, информировать, договориться о том, что яхты там не пересекают наш курс, либо проходят по времени раньше. Танкеры в это время не ходят, ждут, как бы, окно строят свое. То есть они предупреждены, что это заплыв? Конечно, это же предварительно огромная работа по организации заплыва. Это не просто взяли и поплыли, а много. Капитан Порта знает, ГИМС знает. ГИМС тоже помогает нам обеспечивать безопасность, именно как представитель власти на воде. А вот тем чужим посторонним плавсредствам, которые в это время оказываются на линии заплыва, они доносят, что вот сейчас здесь вот так вот мероприятие. Также помогает спецназ Тихоокеанского флота, тоже на скоростных лодках, БЛК, боевые лодки с мигалками, с сиренами, они как-то вот более-менее дисциплинируют плавсредства, которые хулиганят, так скажем, в это время. А так, сопровождение пловцов, это наши гражданские катера, лодки ПВХ, на гидроциклах тоже работают наши волонтеры на воде. А если вдруг становится плохо человеку, вот тут как безопасность обеспечивается, достаёте? Прям резко не становится плохо, да, всяко он понимает, что вот, может быть, стало похуже, потом ещё похуже. То есть такого, чтобы он отключился ни с того ни с сего, такого не бывает. А пловцов мы проходим, сопровождаем, то есть визуально как-то они нас всё равно видят. Тут второй нюанс ещё, что их не надо отвлекать, мешать, пересекать курс тем более. У нас там были жалобы, что вот катер идёт, у него выхлоп от мотора, ветер дует на него, на пловца, и надо, чтобы ему дышать было комфортно, свежим воздухом, этот катер вообще подальше от него угнай. То есть он плывёт, ему ничего не надо. То есть вот тут золотую середину, но команда обеспечения у нас уже вот эти все нюансы знает. Аккуратно, осторожно, малым ходом сопровождает пловцов, если нужно накормить там, если надо напоить. У нас в меню стабильно сгущёнка в мягкой упаковке. Чтобы восполнить энергию. Да, быстрые углеводы, сладкое, оно даёт силы быстро. Бананы на любителя, кто там вегетарианец, например. И вода, питьевая вода, чтобы этот водный баланс не проседал, его надо постоянно восполнять. Я когда смотрела наш сюжет с вашего мероприятия, он начинался со слов, что первое, что просит на финише участник заплыва, это воды. Как бы это ни было странно. Конечно. Пить, потому что дышит человек. А с каждым выдохом у него, если поднесёте, там зеркало, пар выходит. А выдохов этих он делает очень много. Плюс потеет, хоть и в воде, хоть и в гидрокостюме, всё равно потоотделение очень такое большое. То есть идёт, ну как на солнце бежать, марафон, потеет там человек. Так же потеет. Да, так же и... Нужно ли тренироваться перед вашими мероприятиями? Конечно, нужно. Тренироваться нужно на выносливость, на технику, скольжение обязательно и ориентирование. Плюс снаряжение, это ещё отдельная тренировка, не тренировка, не знаю. Но вот так вот просто, как бы взять и поплыть, так не получается. У нас был дедушка, ну за 60 ему было лет. Вот первый год он просто смотрел, вот тоже мечта у него, всё, поплыву, поплыву. Его супруга, не пущу, говорит, всё, ты куда ты там, старый дурень, это самое, да. Нет, я как бы, вот у меня порох там в пороховницах, я могу, я раньше плавал, и всё, я поплыву. Всё, я помню... Поплыл? А? Поплыл? Поплыл, вот он готовился, у него это самое, гидрокостюм я ему подобрал, ласты, перчатки, носки, вот эти, всё, маску, трубку. То есть он самостоятельно освоил снаряжение, самостоятельно освоил, вот, как его там одевать и плавать. Плавал он вдоль берега. Плавал, 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 и всё нормально. Когда вышел на дистанцию, на старт вместе со всеми, он проплыл всего километр. Просто не хватило сил ему. То есть, ну, всё, он устал, он не может бороться со сносом, то есть нам надо плыть именно по линии заплыва. И в бок, если там сильно далеко относит, то мы уже снимаем пловца, дисквалифицируем, потому что... Ну, смысла нет. Смысла нет. Его индивидуально одного даст сторожить, отвлекать один катер на обеспечение безопасности одного пловца, когда все тут хотят есть, пить, за ними надо следить, направлять, там, корректировать курс. А мы вот на таких должны, как бы, отвлекать пловсредства. Поэтому сейчас жёстко всё, мы их, как бы, быстренько уже поднимаем из воды. Вот. Ну, с ним тогда понянькались. Где-то час, наверное, он пытался вернуться, вот, хотя бы на линию заплыва. Ну, то есть он просто плавал, как держался на воде, и всё. При всём уважении его, как бы, загрузили в катер, он даже сгибаться не мог. Так вот. Устал. И вот, да, лёжа, так сказать, занесли на борт вот этого ПВХ. Катера, рип там был какой-то. Вот. И доставили уже на тот берег. Проплыл он, ну, где-то километр, может, полтора. Вот. Поэтому вот тренировки, о которых вы спросили, они, конечно же, нужны. И это одно из первоочередных сил, выносливость, чтобы можно было плыть. И плыть не просто, как вдоль берега в стоячей воде, а ещё и преодолевать течение, которое может быть встречное или боковое. И, ну, это как в речке, представьте, вот речка течёт. Да, я плыла как-то в речке. Там невозможно плыть. С одного берега на другой, если будете плыть, то вы будете вот туда плыть и приплывёте вообще в другом месте. Но это ведь не единственное мероприятие, которое проводит Федерация подводного спорта. Правильно? Ну, да. Оно называется самое знаменитое, наверное. Что ещё есть? Какие ещё мероприятия? Ну, серия заплывов на открытой воде, она у нас меняется ежегодно, в зависимости от интересов, плюс новые маршруты мы какие-то открываем. Очень интересный был заплыв со Скриплёва, 3 километра. Но там действительно сложно, логистика сложная, плюс вот это вот проходное место между Скриплёвым и мысом Житково, полуостровом, оно очень активное движение, судоходство имеет. Ну, маломерные суда. Вот там реально надо очень много сил и скоростных катеров. Поэтому это такая вкусная вишенка, но не каждый год она проходит. Заплыв Басаргина мы традиционно проводим его за две недели до марафонского заплыва. Ну, это вот 25-го у нас марафонский заплыв, июня. Да, в этом году, 11-го, будет вот вокруг Басаргина на 5 километров. Он является как бы тренировочным, как раз вот именно для того, чтобы проверить силы своё, снаряжение, умение ориентироваться, устойчивость к температуре воды, какой гидрокостюм толщины надо, да может кто-то без гидрокостюма, может плавать долго в воде. Есть такие уже у нас пловцы. Потому что в гидрокостюме плыть сложнее, ещё надо гидрокостюм побеждать, у него там свои усилия, нужно их прикладывать, чтобы растянуть там гидрокостюм, руку вытянуть. А без гидрокостюма легче гораздо плыть, потому что всё двигается, как бы и скольжение лучше. И вот, что ещё, заплыв «Дружба» осенью, это традиционный тоже заплыв вокруг Басаргина, но там мы уже делим дистанции, можно плыть 2 километра, 3 километра и 5 километров полную дистанцию. Вот, в этом, в прошлом году мы начали вокруг Желтухина острова, клёвый заплыв такой, там живут нерпы, колония нерп, ларги. Посмотреть на них. Да, да. И мы плавали, в общем, вокруг, там 3 километра, тоже нормальная дистанция такая, ни много ни мало. Очень живописное там побережье, чистая вода, то есть прозрачность 10 метров, конечно. Там любого гребешка видно, как бы вообще на любой скорости. И плюс с нерпами можно там поиграть по ходу заплыва. Они же ещё любопытные. Конечно, да. Сами лезут. Да. Это будет у нас в августе, точно дату, не помню. Ну, в календаре написано. Кроме заплывов на открытой воде, что мы проводим регулярно тренировки в бассейне, детскую секцию по фридайвингу ведём. В этом году в Олимпийце, правда, начался ремонт. Ну, такой плановая подготовка к мероприятию «Дети Азии». Такое международное глобальное мероприятие. И у нас досрочно прекратились, к сожалению, тренировки. А так, по воскресеньям очень прикольно, весело плавать под водой в ластах. Детям очень нравится. С 8 лет там до 16, грубо говоря, у нас идёт приём на эту секцию. То есть обучение вы проводите? Детское. Да, детское плавание есть, есть секция. Обучение проводим по фридайвингу, по подводной охоте для взрослых. Это те, кто, для тех, кто хочет, ну, как на машине, там, получить права, ездить за рулём. Вот, такие же курсы, более-менее объёмные, большие, полноценные для взрослых. То есть, как там ввести себя в воде, ну, безопасность, медицина, там, правила рыболовства, нормативные документы. Всё это изучается. Плюс в бассейне учимся плавать, дышать, нырять. В общем, базовые вещи. И уже в конце упражнения, там, работа с грузом, работа с ножом. В общем, целая программа, да, тоже она есть. А какие цели и задачи у федерации вот сегодня? Развивать подводный спорт. Это значит, ну, участвовать, завоёвывать медали на международных соревнованиях, на всероссийских соревнованиях. Здесь проводить соревнования, выполнять разряды, увеличивать судейский корпус, увеличивать квалификацию судейского корпуса, улучшать, повышать, проводить мероприятия, как спортивные, так и физкультурно-массовые, в том числе и социально значимые какие-то мероприятия. Тот же там антидопинг, проводить политику как бы чистой игры, как он, фаерплей, принцип, когда честность в спорте приветствуется, да. Ну, это пример такой, когда вот там два спортсмена на финише бегут, и один споткнулся, там, упал, там, а второй, вместо того, чтобы его обогнать и занять первое место, берёт этого конкурента своего, да, и помогает ему добежать до финиша вместе там, и не как-то. То есть, вот это пример вот этого принципа, вот, то есть, мы тоже стараемся всё хорошее культивировать, вот. Ну, и плюс дети, всё-таки вкладывать что-то в подрастающее поколение из спорта, а это очень хорошо дисциплинирует и какое-то патриотическое воспитание даёт, потому что, ну, это вообще, по-моему, можно отдельно много говорить на эту тему. В общем, это тоже, этот момент тоже у нас в работе присутствует, воспитательная работа с молодёжью. Как присоединиться к вашим рядам? Ну, последний вопрос задам, вот, я занимаюсь, ну, условно, да, я занимаюсь подводным спортом и хочу присоединиться к нашей федерации. Как мне это сделать? Ну, напомню, что подводный спорт – это порядка, там, 45 дисциплин. Это и плавание в ластах на разные дистанции, 150-200, это и фридайвинг, это и подводная охота, это и акватлон. И по большинству из них мы проводим соревнования, просто приходите, участвуйте в соревнованиях, знакомьтесь друг с другом и создавайте вот какую-то тусовку, конкуренцию, просто участвуя в соревнованиях. Когда, если у вас есть свой клуб, там, тренировки, тренер, который вас тренирует, да, то вы уже можете командными какими-то выступлениями тоже участвовать в развитии федерации, так скажем. Хочешь бегать – бегай. Хочешь плыть – плыть, да. Да, у нас двери открыты для всех, ну, что, присвоение разрядов, то есть мотивация какая у спортсменов участвовать в соревнованиях, повышение своего мастерства, то есть тренировки, какие-то ошибки там убрать элементарно, поучаствовать в разрядах, выполнить норматив, получить медаль, получить разряд, потом этот разряд повысить. Плюс есть такие, ну, как бы, должности, отрасли, в которых оклад, зарплата зависит от вот этого спортивного разряда, есть он или нет. В Министерстве обороны, например, если у военнослужащего есть мастер спорта, звание, то ему к окладу 100% добавляют. То есть это финансовое, вот в том числе от нашего государства еще такая мотивация заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, выполнять разряды. Да, и вообще, в принципе, наверное, заниматься спортом надо. Начнем с этого. Да. Будь то плавание, будь то бег или еще что-либо. Да, хотя бы на любительском уровне, на уровне физкультуры, просто для того, чтобы не скрипеть, не засыхать. Да, плавать, плавание, оно очень полезное, хоть он и не сильно, так скажем, практичный, да, в жизни он мало реально нужен для выполнения жизненно важных каких-то функций. То есть бегать, да, надо убегать, догнать кого-то там, ходить много приходится, а плавать вот так это... Ну, мы во Владивостоке живем, знаете ли, у нас это тоже жизненная функция. Да, ну, на работу мы не плаваем, хотя были случаи, когда вот мы рассматривали, что на песчаной как раз можно и плавать уже на работу, там рекорды были два с лишним часа, ну и все, можно уже там в пласть типа добираться. Вот, это практическое применение. Ну, а если брать подводную охоту, да, то это вот уже способ добычи еды себе, и если это делать правильно, грамотно и безопасно, то это вполне себе такое прагматичное применение. Вот этих навыков, и оно востребовано, нужно и обоснованно, так скажем. Ну что ж, тогда я желаю вам хорошего проведения предстоящего марафона. Амурский залив, марафонский заплыв. Спасибо большое. И тренировочных тоже хороших стартов, или как это правильно назвать, я даже не знаю. Пускай побольше людей участвует, и новых побед, новых рекордов. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о подводном спорте и предстоящем марафонском заплыве через Амурский залив. В гостях у нас был Дмитрий Анашкин, президент Приморской Федерации подводного спорта. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин